Рок-н-ролл жив и даже активно развивается. В Костроме впервые состоялись соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Первенство области по этому виду спорта, которое поддержала компания Новотек Кострома, собрало 29 танцоров от 6 до 12 лет. Под сжигательные ритмы пританцовывала и наша съемочная группа. Вот так выглядит акробатический рок-н-ролл в исполнении приглашенной пары спортсменов из Санкт-Петербурга, чемпионов всероссийских соревнований. А вот так танцуют юные костромичи. Есть куда расти, говорят организаторы. В этом году Россия отмечает 30-летие акробатического рок-н-ролла, а в Костроме этот вид спорта стал развиваться всего полгода назад. В Костромской области этот вид спорта достаточно перспективен. И тренеры, которые работают с детьми, они мастера спорта, кандидаты мастера спорта, прошли семинары всероссийские, учатся сейчас на суде. И они готовы к тому, чтобы воспитать более высокого уровня спортсменов. Акробатический рок-н-ролл требует хорошей растяжки, выносливости. Многие ребята пришли в этот вид спорта из других танцевальных и спортивных секций и не жалеют. Я представляю себя победителем на всяких конкурсах, и поэтому я стараюсь большее время уделять танцам. И я хотя и занимаюсь 6 лет, но еще хочу дальше и дальше открывать себя чему-то новому. Победители соревнований получили кубки, медали и приятные сюрпризы от компании «Новотек Кострома». Ну а в завершении все спортсмены приняли участие в мастер-классе от профессионалов. Лариса Сухарева, Алексей Карташов, Вести, Кострома.